Дальше очень блестящая была мысль по поводу биотипа. Это и есть толщина кератинизированной или прикрепленной десны. Классификация биотипов. Просыпаемся. Вы пришли работать вместе со мной. Так, давайте еще раз повторите. Понки биотипа. Так, дальше. А как вы его определите? На глаз или как? То есть может быть какой-то метод? Мой научный руководитель мне всегда говорил, что это не методы доказательной медицины. Да, продентология такая штука, здесь вообще все подвергается математическому анализу, потому что здесь все можно измерить, это очень удобно. Ну давайте, я не буду вас мучить, хорошо. Тонкий биотип это до миллиметра. И расскажу, как это измеряется. Средний или нормальный биотип, это от миллиметра до двух, и все, что выше двух миллиметров, это толстый биотип. Я с ним сталкиваюсь только в том случае, когда он мне не нужен, в дистальных участках верхней челюсти, когда он мешает отслоиться, открыть имплантат или еще что-то. К сожалению, конечно, при наличии рецессии мы крайне редко сталкиваемся с вами с толстым биотипом, чаще с тонким и изредка с нормальным средним. Значит, еще раз, до миллиметра это тонкий биотип, 1-2 это средний, все, что больше двух, это толстый. Как его померить? Или специальным продентологическим зондом со стопером протыкается. Но я это делаю во время перед операцией под анестезией. Естественно, если честно, я не мучаю измерением биотипа пациента просто на консультации, это очевидно. Но во время перед операцией я в обязательном порядке у каждого зуба измеряю толщину десны перекрепленной. Что такое уровень клинического прикрепления? Это вообще анатомическая структура, которая бывает низкая, высокая и нормальная. Если она низкая, то тогда мы с вами столкнемся с нарушением прорезывания зубов, такие недопрорезанные зубы, знаете, с наплывшей десной на них. Если она в норме, то это обычный нормальный парадонт. Если она высокая, то там развивается риск развития рецессии. Это уровень костной ткани, костного пика. Это и называется уровнем клинического прикрепления. На самом деле термин не очень удачный, на мой взгляд, потому что он был переведен из какой-то англоязычной литературы в свое время и адаптирован к русскому языку. Но принято говорить это так. Уровень клинического прикрепления. Будет ли он влиять на развитие рецессии, ее наличие и последующее лечение? Как вы думаете? Исходные данные, которые уже вам принес пациент. Например, я думаю, что вы все обращали внимание. Помните, мы когда учились, у нас такой был термин стиральной доски. Когда сквозь тонкую слизистую просвечивают корни зубов, которые выглядят как стиральная доска. Это был такой термин. Я просто помню, даже в учебнике, когда я училась. Как вы думаете, с чем это связано? Теперь вы уже как бы все работающие, оперирующие коллеги. Как вы думаете, с чем это связано? Низкое приближение. Да. Отсутствие кортикальной замыкательной пластинки вестибулярно. Или это называется первичная дегистенция. Связано иногда это бывает с положением зубов в дуге. С какими-то постортодонтическими уже приключениями. Очень часто у меня очень много пациентов постортодонтических с такими проблемами приходят. Когда врач-ортодонт выдвинул эти зубы в правильное положение, но забыл, что альвеолярный гребень конечен. Он не может за зубами прямо идти дальше. И получил 12 рецессий после своего лечения. Приблизительно. При таких отягощающихся. И почему я с вами это разбираю? Потому что мы сегодня будем об этих пациентах тоже говорить. И о вашем взаимодействии с врачом-ортодонтом. Это очень важно. Потому что мы, например, на сегодняшний день с докторами, с которыми я работаю, мы стали превентивно оперировать таких пациентов перед началом лечения ортодонтического, дабы не усугубить ситуацию и не получить рецессии впоследствии, которые потом очень сложно без кортикальной пластинки замыкательной устранять рецессии на десне очень сложно. И результат все равно не стопроцентный у таких пациентов однозначно. Поэтому это очень важно. То, что не вошло опять же в классификацию Миллера, но вот этот показатель, он имеет значение при планировании. И даже в первичной консультации вашего пациента, когда вы с ним встречаетесь впервые, какой вам вопрос задаст? У меня все закроется? Правильно? Они все спрашивают, закроется? Когда закроется? Через месяц, через два, после операции, сразу через 14 дней или еще как-то. Вы должны знать, как правильно и честно ответить на этот вопрос и объяснить, почему это невозможно или возможно. Наличие мелкого преддверия рта или наличие слизистомышечных тяжей. Классификация это не учитывает. Но нам этот показатель очень важен для выбора метода, которым мы будем оперировать пациента. На самом деле это та самая ваша вестибулопластика, но мы сегодня о ней будем говорить не как о какой-то отдельной операции, а как совмещенный вместе уже прямо одномоментно с устранением рецессии. То есть не цель создать преддверие или убрать эти слизистомышечные тяжи, как нас учили когда-то. Мы сначала делали одну операцию, иссякали, проводили, вести булопластику, а потом уже шли в сторону устранения рецессии. Оперировав так, я не помню, в общем, это, по-моему, был 2004 год, впервые после своей вестибулопластики, решившись сделать потом, устранить 4 рецессии, я на часа 2 отслаивала свои рубцы. Больше я так не делала никогда. Поэтому, естественно, для нас это... А после зукели вам не требуется больше вести булопластик, а потом... А я вам расскажу, почему. Я вам расскажу, почему. Потому что вы рассекаете надкосницу, вместо того, что прощипится там. Это ошибка стандартная просто. И у вас надкосница прилипает и образует вот это натяжение новое. И хочется ее... Особенно на нижней челюсти, когда это происходит. Да, да. Ну, мы обсудим этот вопрос, да. Я знаю это осложнение, потому что за кельей я работаю много лет его методом, который они вместе с Массима Санктигсом предложили. И у меня наработано просто много и своих ошибок, и чужих, естественно. Вопрос у меня по поводу вот этих всех позиций. Вам все всем понятно, да? Зачем нам каждый из этих пунктов нужны в работе? Потому что мы не можем взять сухую классификацию и начать ее куда-то прикладывать. У нас каждый человек индивидуален. Мы стремимся в зону персональной медицины на сегодняшний день. И только тогда мы достигаем максимального эффекта нашего лечения. Продолжение следует...